Приветствую вас! Читая ваш текст, я увидел две основные, так сказать, точки болезненные, которые, на мой взгляд, стоит рассмотреть. Первая болезненная точка касается того, что вы разведены, с того, что вам 35 лет, и с того, что у вас, собственно говоря, нет детей, ну, по крайней мере, по крайней мере, это вытекает из того, что вы написали, то есть, ну, по крайней мере, я не увидел ничего, что могло бы сказать, что у вас есть или могут быть дети, вот. То есть, соответственно, был развод, и развод, как бы, не дал, не позволил вам, по крайней мере, вот на сегодняшний день, на данный момент, да, развод вам никак не позволил стать, ну, например, снова счастливой, снова замужней, и так далее. То есть, не знаю, может быть, может быть, вы боитесь близости с мужчинами, вот, не знаю, может быть, вы просто получили запрет на близость с мужчинами, ну, вообще, в целом. Вот. Вот. Но, однозначно, что есть что-то, что не позволяет вам быть, скажем так, счастливой в отношениях, то есть, иметь свою семью и так далее. И, на первый взгляд, казалось бы, ну, что такого, да, что такого, ну, развелась, ну, бываешь, да, люди не зашли, что-то нормально, это такого, что нет детей. И согласен с вами, в этом нет ничего такого, и не было бы ничего такого, если бы вы, на секундочку, не описывали бы всю ту историю, которая описывается, связанную именно вот с своей проблематикой. То есть, не описывая вы свою проблему, связанную с семьёй, с сестрой и так далее. Я не думаю, что было бы о чём здесь говорить. Но вы переживаете по поводу того, что вас называют плохой дочерью, эгоисткой, плохой сестрой и так далее. То есть, что на секундочку, на секундочку, что на секундочку здесь происходит? Здесь происходит проявление потребности близости. То есть, да, вы сейчас отдалились от своих родных. Да, вы сейчас живёте самостоятельной жизнью, но вы продолжаете, на мой взгляд, зависеть от мнения этих людей, от мнения, например, ваших родных, от мнения, например, вашей мамы и так далее. И вот это очень важно. Понимаете? То есть, вы хотите получить или, может быть, получать одобрение от них. Вы не хотите, чтобы вас называли, ну, как-то уж плохо. Вы не хотите, чтобы вас называли эгоистичной там и так далее. Вы не хотите. Вы не хотите, чтобы вас понимали, чтобы вас, вероятно, любили, чтобы вас принимали, чтобы вас поддерживали и так далее. Вы понимаете? Понимаете? Какая история. Вот это то, чего вы хотите. Но этого вы не получаете. И ваше переживание, скажем так, ваше переживание, ваша проблема, это именно про это. Про то, что вы не получаете от родителей, например, от родителей того, что вам нужно. Что-то вы не получаете одобрения, вы не получаете поддержки, вы не получаете разрешений возможного. И это вас заставляет переживать. Понимаете? Опять же, если говорить о критике, да? О критике. Значит, если говорить о критике, то ситуация, на мой взгляд, здесь выглядит так. Вы перекладываете, по сути, на своих родителей ответственность за себя. Ну да, и на сестру тоже ответственность вы перекладываете. Как? Так. То есть, ваша сестра, она всю твою жизнь хотела внимания ваших родителей, вас и так далее. Уж я не знаю, почему она выбрала такой способ, но очевидно, что в детстве этот способ был закреплен эмоционально. И она выбрала этот способ получения внимания. Естественно, не случайно. Так она получает то, чего хочет. Это сестра. Скорее всего, родители обращали внимание на, ну, на сестру, на вашу. Только в том случае, если, например, она болеет. То есть, если с ней что-то происходит. Если с ней что-то случается. Если с ней, ну, вот. Этлама оказывается в каких-то негативных обстоятельствах для себя. Со своей стороны вы в этом плане, в этой позиции пошли немножко дальше. И за счет, возможно, меньшей привязки к своим родителям, за счет меньшей привязки к ним, вы не так от них зависимы, вы не так нуждаетесь, может быть, в них. Не настолько сильная у вас нуждаемость. Но, тем не менее, модель поведения она такая же. То есть, это модель поведения, направленная на то, чтобы получить внимание, ласку и любовь и тепло со стороны родителей. И вы не получали в полной мере вероятно, это тепло и ласку от родителей. Вы, возможно, ревновали к сестре из-за того, что ей больше уделялось внимание. И, соответственно, соответственно, что имеет место быть сейчас? сейчас вам хочется быть свободным. Сейчас вам хочется жить своей жизнью. И, в принципе, это нормально. Вопрос у меня к вам такой. Я понимаю, что как бы мне не нравилось, пишите вы, у меня есть ответственность перед родителями и пресловутый долг. Скажите мне, пожалуйста, о какой ответственности идет речь здесь? Вы в свои 35 лет не должны приезжать к родителям в каждые выходные. Вы в свои 35 лет не должны проводить время с родителями проводить время с родителями. Потому что у вас в это время на секундочку своя семья уже, ну, по идее, должна быть. Да? Вот. Но вы говорите о долге. Значит, кто-то этот долг вам установил. Кто-то, а именно ваши родители в купе с сестрой, как бы, запрещают вам жить своей жизнью и прождают чувство вины. Понимаете? И отсюда, по сути дела, и возникает вся сложность, вся проблема, что у вас есть запрет. Ну вот, просто представьте себе, представьте себе, вот что бы было, если бы у вас была семья своя, своя, сейчас, на данный момент, всё бы был. А если был бы ребёнок, вы бы как тогда, ну, проводили своё время с семьёй, вы бы не смогли ездить к вашим родным с каждой выходной. Правильно? Правильно, не смогли бы. Но, тем не менее, тем не менее, вы это делаете. Да теперь, на секундочку. Кому выгодно, чтобы так было? Только вашим родителям и вашей сестре. Естественно, они делают это неосознанно. Не нужно думать, что они это делают как-то специально. Они это делают неосознанно. Вряд ли они понимают, что они делают это так. Но вам-то от этого не легче, правильно? Вам-то не легче от того, что они не понимают, что делают. Поэтому здесь имеет место быть именно запрет на... близость. Ну вот. Может быть, именно из-за этого и распалась ваша семья. Именно может быть из-за этого и развалился ваш брак. Я, конечно, этого не знаю. Но, может быть. Может быть, из-за этого. Может быть, дело в этом. Вот. Может быть, есть ещё какие-то причины. Смотрите, вам, вам, самой, на мой взгляд, будет проще, вам самой будет проще, если вы начнёте со своего брака. То есть, если вы начнёте с того, как у вас расстался брак. Или что было до брака, например. То есть, ну, какие отношения у вас были с родителями до брака, например, опять же. Как родители отнеслись к тому, что их дочь выходит замуж, например, и так далее. Одобрили ли они это, не одобрили, как они отнеслись. Если они, например, ну, если они одобрили, например, да, то, соответственно, одобрили ли они это, грубо говоря, на словах. То есть, на словах они одобрили, а как на самом деле обстоят дела. Понимаете, да? Вот. То есть, вот эти моменты, они очень важны для нас с вами, если мы хотим, ну, как следует с этой ситуацией разобраться. И так дальше вам, в принципе, я думаю, будет уже лучше, более понятно, как и почему подобные вещи стали возможными. Да, то, что, грубо говоря, грубо говоря, почему это всё происходит с вами, то, что происходит. Ну, а теперь давайте, значит, попробуем подробно рассмотреть ваш текст. Значит, во-первых, правильно вести себя с сестрой и с мамой нельзя, потому что правильного поведения нет. Есть такое поведение, которое у себя вырвается и не вредит, объективно не вредит другим людям. Пытаетесь вести себя правильно, полностью растворяете из других людей. Стремление вести себя правильно происходит из родителей, родительской позиции внутри вашего сознания. Как я должна? Ну, подсознательное стремление к тому, чтобы вести себя правильно обозначает подсознательное стремление близости к родителям. И поскольку это близость к родителям условно, а не безусловно, как… ну, как настоящая близость, то, естественно, она подразумевает постоянное стремление к такому вот поведению, ну, к такого рода поведению, скажем так. Мне 35, и я в разводе много лет живу одна самостоятельной жизнью. Не совсем понятно соотношение развод, то есть то, что вы в разводе, и то, что вы живете одна самостоятельной жизнью. Вот это вот непонятно много лет. Вы имеете ввиду это в контексте развода или в контексте того, что вы отдельно от родителей живете уже много лет? Здесь, конечно, намешало бы уточнить. Дальше. Сейчас моя сестра серьезно больна. Как бы не была больна ваша сестра, да, что бы с ней не происходило, по большому счету. Есть две разновидности больных людей. Первый вид больных людей – это те, которые действительно не хотят болеть. Да, то есть, которые заболели, ну, там, случайно, как-то вот, ну, бывает, да, бывает, это произошло, вот, заболела. Такие люди никогда не будут разговаривать о своей болезни. Такие люди никогда не будут требовать, чтобы их жалели. Такие люди будут, наоборот, всячески стараться включиться в жизнь, ну, в свою жизнь, да, в процесс. Я полагаю, что вы уже понимаете, что таких людей поддерживать, в общем-то, не нужно. То есть, поддержка, поддержка, она проявляется в другом здесь. Поддержка проявляется в том, что вы даруете человеку понимание того, что он здоров, что он не болен, что с ним все в порядке, что у него все хорошо. В этом заключается поддержка такого человека. И, понимаете, парадокс. Парадокс в том, что вот поддержи, поддержи вы его человека как-нибудь иначе, по-другому, да? Поддержи человека как-нибудь иначе, по-другому. Он обидится. И ему будет плохо. Ему будет некомфортно. Ему будет тяжело. Потому что вы его обидели, ну, вот, тем, что поддержали его не так, как нужно. Он хотел другого, он хотел, ну, немножечко другой поддержки. Понимаете, да? О чем идет речь? А вы его, значит, поддерживаете так. Важный момент, важный момент заключается в том, что это за поддержка. Какая это поддержка? Понимаете? Важный момент заключается в том, на основании чего человек решает так себя вести. То есть, почему он решил вести себя именно так? Зачем он решил вести себя именно так? Почему? Потому что таков объективно выбор этого человека. Ну, вот он выбрал так. Это его, это его решение. Это его выбор. Плохо ли это, хорошо ли это, неважно. Есть другой тип, есть другой тип людей, которые действуют совершенно иначе. Эти люди, в отличие от, ну вот, предыдущих, они болеют для того, чтобы получать внимание. Понимаете? Они хотят внимания, они стремятся к вниманию, и они делают это для того, чтобы получать внимание. Своё внимание. Им это нужно. Чем обусловлена эта позиция? Эта позиция обусловлена, в принципе, тем же самым. Это позиция выбора. То есть человек сделал свой выбор. Теперь внимание, вопрос. Отвечаете ли вы за выбор человека? Отвечаете ли вы за решение, решение человека? Ну, по его жизненному пути, например? Нет. За это вы выбор, за это вы ответственность не не трёте. Но вы, тем не менее, тем не менее, да, вы тем не менее, берёте её. Вы берёте ответственность за болезнь своей сестры. Вы говорите, как бы, нам, что, ну вот, она болеет, я должна, там, наверное, что-то сделать для неё. Что, да, я должна, как-то поступить, я должна, что-то решить, я должна, что-то сделать и так далее. То есть, момент здесь какой, что вы позволили, как бы, нарушить свои личные границы. Почему позволили вы нарушить свои личные границы? Потому что они у вас не простроены. Почему у вас не простроены личные границы? Потому что вас этому не научили. А напротив, вам говорили и показывали всё время, что вы должны эти личные границы нарушать. Соответственно, здесь у вас недостаточное отделение себя от родителей, от сестры, от вообще кого бы то ни было. Понимаете? То есть, как бы, да, формально, формально, вы уже живёте отдельно, формально. Но, фактически, вы до сих пор зависимы от своих родителей и от сестры. Личные границы – это чёткое понимание, что на пользу вам, что во вред вам. Это ограничение себя от других. То есть, позволение одним жить своей жизнью и позволение себе жить своей же жизнью. Позволение одним делать свой выбор и позволение себе делать свой же выбор. Но понятно, что вы этого не делаете, потому что иначе у вас возникает чувство вины за предродителя. Что, мол, вот, ты не должна так делать, ты должна быть с нами, ты должна, там, ухаживать за нами, ты должна, там, навещать нас и так далее, и так далее, и так далее. Запрет родителя – это то, что внушалось вам довольно долго. То, чем вы жили всю свою жизнь. Естественно, что так сразу избавиться от этого будет проблематично. Но, 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 рекомендация, которая вам будет от меня, звучит так. Постарайтесь мысленно отслеживать, когда в вас говорит голос родителя, что вы там что-то должны, что у вас есть какой-то долг. И постарайтесь мысленно ему говорить «нет, я не должна». Понимаете? Вот если вы сможете сделать так, если вы будете так делать, «нет». Ну, по крайней мере, вам будет легче. По крайней мере, голос родителя не будет иметь над вами, ну, такой глаз. Понимаете, что окончательный результат, и продолжительно вы добьетесь только через работу с психологом, по-другому не получится. Так, сегодня позвонила мама и сказала, что сестра на меня обижается, поскольку я мало уделяю ей внимания, и что мне следовало больше времени проводить с ней. Зачем проводить время с сестрой? Для чего проводить с ней время? С какой целью вообще вам это делать? Зачем вам быть с ней, ну, рядом? Вернем. Что вы можете, эээ, по факту сделать для нее? Например, например. Да, да? Ну, вот, например. Что вы можете сделать по факту для нее? Ээээ, вы можете как-то, я не знаю, облегчить ее желание. вы можете как-то облегчить её страдания, вы можете как-то облегчить её боль, например. Вы можете это сделать? Если вы можете это сделать, то это нужно сделать. Но это никак не страдания, которые вызывают лишь, как мы правильно выразились, ещё большую, там, тоску, уныние и так далее. Понимаете? То есть, момент здесь, он на самом деле вот такого плана для чего? Понимаете? Зачем? Мама хочет, чтобы вы проводили время с сестрой. Дальше. Что это за, ну, такой, знаете, глухой, чисто глухой телефон, как иногда это говорят, да? Что это за глухой телефон? Почему, если сестра, грубо говоря, ну, хочет чего-то, почему она вам об этом не говорит? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ должна мама решать, а не она сама, понимаете, это важно, этот момент он очень важен, если ваша сестра делает это через маму, значит ей важно именно вот эта вся, скажем так, движуха больше, чем реальный результат, маму привлекать ещё, да, мама и так как бы за неё переживает, а она ещё привлекает маму, зачем, да, понимаете, да, ну и опять же, мама, значит, вам дала сейчас по телефону классическую модель поведения, ты должна проводить время с сестрой, тебе следовало бы, это то, что она, вероятно, говорила вам всё время, не исключено, не исключено, что сестра, она ревновала в детстве к вам, потому что вы были младше и, соответственно, внимание априори больше, ну, уделялось вам или могло уделяться, а сестре это очень не нравилось, не исключено, не исключён такой вариант развития событий. Так, дальше вы описываете, что старость меня сейчас живёт с родителями, это так как достание здоровья и словно себя обслуживает самой, ну, опять же, это болезнь, и вы же не будете с ней сидеть всё время, да, вы же не сиделка для неё. Если описать мою обычную жизнь, то я работаю в течение недели, вечера заполняю одним из видов хобби, а вот это мне всегда что-то интересное. Здесь вот тоже такой момент. Вы говорите, что вы работаете в течение недели, а вечера заполняете своим хобби, при том, что вы не встречаетесь с мужчинами, при том, что вы явно не нацелены на отношения, которые бы сделали вашу жизнь легче во многих аспектах, в том числе и в аспектах взаимодействия с семьёй. И из этого я могу сделать вывод, что вы, вероятно, боитесь близости, не хотите близости, разочаровались в мужчинах, ну, или кто-то вроде того. Но опять же вы ничего не говорите про свою личную жизнь. А то, что вы делаете, это здорово, но личная жизнь это тоже очень важный момент человеческой жизни, и преуменьшать его важность, ну, на мой взгляд, нельзя вообще никак. Но, то есть тут я, конечно, вам не могу, не буду и не хочу как-то навязывать, навязывать своё мнение, но вы всё же подумайте о том, что вы делаете. То есть, может быть, всё-таки стоит обратить внимание на свою личную жизнь. Это ещё раз повторю, сделало бы ваше существование более приятным и, в общем-то... Ну, может быть, насчёт полноприятный вопрос относительный, но то, что приятным, это точно. Дальше идём. Так, значит, вы пишите, как раз, что-то мне всегда что-то интересное. А что бы было, если бы вам, ну, не было бы интересно? Вот, как я понял, вы пишите это, ну, вот, именно в том контексте, что, как бы, вы рады, рады, что у вас всё здорово, что у вас есть хобби. Ну, вот. То есть, момент, вот, как бы, здесь, на мой взгляд, важен. Вот к чему вы это сказали? Что бы было, если бы не было. Да? Интересно. Так, эээ... Субботу я обычно провожу дома или, опять же, занимаю одним из своих увлечений. Эээ... Ну, я уже сказал, да, по этому поводу. В воскресенье приезжаю к родителям, что-то готовлю или... Эээ, так, эээ... Сейчас к родителям что-то готовлю или провожу с тобой, занимаюсь с племянником, насколько это позволяет один день, или помогаю родителям, эээ... на даче. Так, эээ... Ну, эээ... Значит, непонятно из этого только одно. Вот, только одно непонятно. А, если вы... Проводите, ээээ... Время, значит, эээ... С племянником. Эээ... Своим. Ну, вот... Как вы говорите. Эээ... Насколько это возможно... За один день. Эээ... Зачем вы проводите за время с племянником, эээ... Эээ... Столько... Эээ... Сколько можно это делать, эээ... Соответственно, эээ... Да? За один день. То есть, на мой взгляд, это не совсем... Эээ... Понятный момент. Эээ... С другой стороны, непонятно также и то, что вы, эээ... Пишите, что проводите время с собой. Эээ... То есть, как это? Вы приезжаете домой, эээ... К... К... Например, родителям. Да? И... Проводите время... С собой. Эээ... Эээ... И, скорее всего, больше усиливает ощущение, что... Эээ... Приезд к родителям – это, своего рода, ритуал. А тогда, опять же, непонятно, чего хочет ваша мама. То есть, что она хочет и вообще... ээээ... Эээ... Понимаете? Эээ... Эээ... То есть, вот здесь, эээ... Как-то... Эээ... Эээ... Не очень... Ээээ... Не очень... Понятно. Да что мама-то от вас требует, если вы... Ээээ... И так приезжаете к ним. Дальше... Эээ... Эээ... Это мало для родственного общения. Эээ... Почему вы об этом... Спрашиваете нас? Это... Эээ... Не нам надо... На самом-то деле... Ээээ... Как бы... Отвечать на этот вопрос. Эээ... Это вам нужно ответить на ваш вопрос... На ваш вопрос... На этот вопрос. Вы считаете этого достаточно? Или вас это напрягает? Или вы считаете, что это много? или вы считаете, что в этом, например, ну, допустим, нет искренности какой-то. Если вы считаете, что в этом нет искренности, если вы считаете, что это много для вас, то момент здесь такой, а зачем, тогда это всё, для чего, тогда это всё, с какой целью, тогда это всё, понимаете? То есть, это вам нужно отвечать на этот вопрос, не нам. Обращаясь к нам за этим вопросом, вы, по сути, признаётесь в том, что, ну, своего рода не можете полагаться на себя в этих вопросах. То есть, вы, по сути, признаёте, что вы не уверены в себе и что вы нуждаетесь в нашем, как бы, ну, в нашей поддержке. Понимаете? Мы вас поддерживать, наверное, если и будем, то совсем немного. Для нас самое главное, это не поддержка. Для нас самое главное, чтобы вы для себя увидели то, что нужно вам. Понимаете? Для нас самое главное, чтобы вы увидели то, что актуально для вас. Вот, что для нас важно. Понимаете? Поэтому мы поддерживать, ну, мы не будем, не будем поддерживать, поддерживать здесь вас. Я могу только сказать, что это вам решать, да? Вот. Дальше идём. Слушай, так. Если против меня, почему я провожу мало времени с сестрой? Кто сказал, что мало? И почему у меня нет особой тяги? Мой отец такой страшный митинский человек и походрик, взял вас на странные симптомы. Всей семье приходилось утешать. И мне кажется, конечно, тоже я это делал от души, потому что люблю её. И мне бы хотелось, чтобы с ней всё было хорошо. Смотрите. Вы говорите, хотелось бы получить ответ, как правильно себя вести. То есть, вы не уверены. Здесь, мне хотелось бы, мне бы хотелось, чтобы с ней было всё хорошо. Вы опять не уверены. От чего вы хотите? Без хотелось бы. От чего я хочу? Вот. Дальше. Но за много лет, конечно, я от этого подустал, как и родители тоже. Здесь вы говорите за родителей. Это плохо. То есть, это деструктивно для вас. Не надо говорить за родителей. Говорите за себя. Так, значит, если вы подустали. Ну что ж, значит, во-первых, в чём выражается усталость? Как она выражается? То есть, ну, и что она из себя представляет? Усталость. Это важно. Потому что, если вы увидите для себя, в чём выражается ваша усталость, вы сможете подкрептировать своё поведение так, чтобы, ну, как-то восполнять ту энергию, которую вы получаете. Судя по всему, безвозвратно потратили. И дело в том, что в норме такого не бывает. То есть, любая энергия, она, в принципе, восполнима. То есть, либо у вас мнение о, значит, ну, либо у вас мнение изменилось о сестре. Я бы сказал, может быть, даже в худшую сторону. Либо что-то ещё. Но в любом случае, то, что вы устали, вот как вы говорите, да, это очень важный момент. Сейчас её болезнь настоящая и серьёзная, а я вроде как сказал все утешительные слова и мне нечего ей сказать. Опять же, здесь, на самом деле, та же проблема, что и перед этим. То есть, вы говорите, что, вы говорите, во-первых, вроде как, что само по себе опять же неуверенность. Так вы вроде сказали ей все утешительные слова и вам нечего сказать или это действительно так? Почему вы считаете, что важны именно утешительные слова? Почему вы считаете, что дело именно, ну, именно в утешительных только словах? Ведь дело может быть и не только в утешительных словах, дело может быть и просто в пребывании, например, рядом с ней и так далее. Понимаете? То есть, тут вот, на самом деле, есть важный момент, который, ну, на мой взгляд, достаточно важен. в сцене для понимания, скажем так, того, что с вами происходит. Да? Вот. Дальше идём. Почему нельзя повторить слова? Точная загадка. Да, когда болезнь подтвердилась, я его утешала, но у меня нет потребности звонить ей каждый день. С одной стороны, смотрите, вам нужно обязательно для себя уточнить, почему нет этой потребности, звонить ей каждый день, как вы говорите. Да? То есть, ну, вот нужно понять все, почему нет этой потребности. Это первое. И второе, если это действительно ваше, ну, то есть, если вы чувствуете, что, ну, что, грубо говоря, действительно, вы не хотите ей звонить каждый день, не видите в этом смысла, что и не надо. В чем проблема? Опять же. Это ваше решение, это ваш выбор. Чрезмерная жалость, человека ещё больше размягчает и лишает сил. Вы же это, наверное, понимаете сам, но не понимают ваши родители. И, возможно, вам хочется, чтобы они вас поняли. Но они не поймут. Они не поймут. Это у них другое представление об этом, обо всём. У них другие взгляды, другая позиция. И я бы сказал, что в некоторой степени это даже хорошо. Хорошо, что у них есть этот другой взгляд и другая позиция. Какими бы они ни были. Потому что это другие люди. И то, что нужно сделать вам, ещё раз, да, это позволить им быть собой, а вам позволить быть собой же. По сути, да, это по сути единственное, что вам нужно сделать. Понимаете? Вот. То есть это нормально, нормально, это нормальная позиция у них. И нормальная позиция ваша. Дальше. Так. Потому что всё это очень тостливо, и меня тоже повергает в какое-то уныние и тоску. То есть всё плохо и всё в этом духе. А вот это уже ваша интерпретация данной ситуации. И она требует своего прояснения. Почему на вас это влияет так? Может быть внутри вас есть какие-то опять же негативные моменты, которые и влияют подобным образом на вас. Если так, то это однозначно требуется разбираться. Потому что ну в любом случае это не совсем нормально, что на вас влияет больной человек. Что это получается, что вы в некоторой степени сами в себе не уверены. Ну получается так. И я не думаю, что это хорошо. Для вас опять же. Да? Я не думаю, что это правильно и конструктивно здесь. То есть тут именно действует уже ваша собственная интерпретация того, что вот происходит. Ну, с вами или с вашей сестрой. То есть из-за того, что сестра на вас влияет таким образом, вы её не поддержите. Может быть вы не стали бы поддерживать её, если бы она не влияла. Но её влияние на вас это как бы необходимый диапазон для вашего развития. Дальше. Когда я звоню ей пару раз в неделю, мы не обсуждаем болезнь. Но если мы будем говорить дольше, всё опять вернётся к тому, почему всё так, такая страшная болезнь и ей плохо. Ну, соответственно, вы правильно делаете, что не затрагиваете тему болезни, не нужно. А я не знаю, как помочь ей. На самом деле, помочь может абсолютно любой человек, любой абсолютно человек может помочь. Главное, чтобы вы знали, чем. То есть, любая помощь, любой вклад в человека, он действительно ценен. Но только если вы действительно это можете сделать. Если вы там, например, грубо говоря, я не знаю, привезли ей там чай, например. Ну вот, такая, такой банальный, банальный пример. Да? Вот привезли ей чай. Это уже достаточно. Что-то любимое сделали, что-то сказали ей. Такое, поделились чем-то с ней, опять же. И всё. Больше ничего не нужно. То есть, помощь, это опять же не то, как её представляют ваши родители. Помощь, это совсем другое. Но опять же, вопрос заключается в том, насколько вы готовы принимать этот, ну, такой вот, немножечко не похожий на ваше представление о помощи, насколько вы готовы принять этот взгляд. Принять эту, с точку зрения, эту позицию. Да? Дальше. Дальше идём. Так, значит, я не знаю, как ей помочь. Если я не спрашиваю, то мне говорят, что я чёртвая. Ага, непонятно, кто говорит, но вы здесь себя ставите жертвой. Вы не спрашивайте, потому что у вас есть точка зрения. Вы не спрашивайте, потому что такая ваша позиция. Вы не спрашивайте, потому что так вам кажется правильным, так вам кажется верным, и это ваш выбор. Не спрашивайте, потому что не спрашивайте, не спрашивайте, потому что, ну, потому что не хотите. И, как бы, имеете полное право. А то, что говорят другие, ты их права. Пусть сколько угодно говорят. То, как влияет на вас, то, что говорят, тоже немножко как раз другой вопрос. Дальше, значит, так. Или бывает, что случится что-то, например, поход кратчо, я, например, об этом не знал, а меня, конечно, упрекнуть, что я не интересуюсь ничем, но ведь если бы мне просто сказали об этом, то я, то и проблем бы не было. Понимаете, люди это делают, нам это так нужно. То есть, они это делают именно для того, чтобы задеть вас. Ну, так или иначе, чтобы задеть вас. Это не совершается, например, для того и потому, что так действительно. Тот, кто говорит вам это, хочет почувствовать себя значимым. В этом случае вы, опять же, забываете свои личные границы, принимаете на свой счет и испытываете чувство вины, которое вас, конечно же, напрягает, и которого вы хотели бы избавиться. Что, в общем, вполне, ну, нормально и естественно. Вот. Дальше идем. Так. То же самое касается моих родителей. Мама хочет, чтобы я звонила ей каждый день и приезжала на дачу в каждые выходные, но у меня нет потребностей. Ну, в общем, по сути, это все то же самое. Вы правы. Это, опять же, их посыл. Это ваша реакция на спасыл. И, соответственно, недовольство вашей мамы тем, что вы делаете. Ну, вот. И, соответственно, опять же, ваша реакция на это, на все. То есть, вот об этом, об этом, о реакции своей, вы не пишете. То есть, она звонит, она требует, и вы чувствуете раздражение. Это вот ключевой момент, что вы чувствуете раздражение. А от чего вы чувствуете раздражение? Почему вы чувствуете раздражение? Из-за чего вы его чувствуете? В чем причина раздражения? Это, пожалуй, очень важный вопрос. Потому что нужно понять, из-за чего вы раздражаетесь. И, понятно, раздражаетесь вы не из-за мамы, а вы полностью несете сами ответственность свою за то, что раздражаетесь. Дальше. Мне достаточно звонка раз, два, три дня. Ну, самое главное, чтобы это не было побегом от родителей. И, конечно, я не хочу проводить на даче выходные, потому что, во-первых, у меня нет такой тяги к земле. А во-вторых, я не бабочка, чтобы быть на даче все время. Интересно, почему вы связываете дачу и бабочку. Как бы это, опять же, не было родительским представлением. Мне хочется совсем другого. А чего вы об этом не пишете? А если я просто приезжаю к ним в гости, то мы или находим, наводим где-то порядки, или готовим. В общем, все сводится с домашней работы, совсем никакого совместного отдыха и общения. А умеют ли вообще эти люди отдыхать и общаться? Ну, вот, вы говорите, да, что никакого совместного отдыха и никакого общения. А умеют ли они вообще это делать? То есть, ну, если, грубо говоря, вы, ну, может быть, требуете, да, чтобы был отдых, то вообще вы предлагали когда-нибудь, какой-нибудь отдых вы предлагали когда-нибудь, ну, такое вот времяпривождение, чтобы вас устраивало? Или как? Предлагали, если предлагали, то какая была реакция? Если не предлагали, то, соответственно, опять же, почему нет? То есть, ну, если вам этого, если вам этого хотелось и хочется, ну, вот. Плюс, если смотреть телевизор, мне его смотреть неприятно. Почему неприятно смотреть? Понимаете ли вы, что неприятно, это реакция. Это такая же реакция, как, например, если бы это была симпатия. И как у симпатии есть причины, так и у антипатии есть такие же причины. То есть, это ваша ответственность, что вам неприятно смотреть телевизор. И с ней нужно разбираться. А если бы не было неприятно смотреть телевизор? Если бы вы перестали в душе требовать отдыха и общения с родителями? Как бы все происходило тогда? Я понимаю, что, значит, как бы мне не хотелось, у меня есть ответственность. Ну, про ответственность я говорил. Мне кажется, что я вполне его отдаю. Ну, вот это вот, да. Про долг я говорил. Мне бы хотелось, чтобы мои близкие меня не обижали. Опять же, мне бы хотелось. Опять, неуверенность. Но ваши, вы, грубо говоря, пишите. Я хочу, чтобы мои близкие стали другими. Я отказываюсь принимать их такими, какие они сейчас есть. Не знаю, понимаете вы или нет, но то, что вы говорите, то, что вам хочется, это из области иллюзий определенного рода. Потому что ваши родные, они не поменяют никак. Вот представьте, что бы было, если бы они не обижали. Вы просто представьте себе, что бы было тогда в этом случае. Ну, просто вот попробуйте себе представить, что бы тогда было, если бы не обижали ваши родные на вас. Как бы все тогда происходило. Понимаете ли вы, что в таком случае вы, вероятнее всего, были бы еще ближе друг к другу, еще ближе. Хотя, казалось бы, да, куда, куда еще ближе, казалось бы. Но, тем не менее, вы были бы. Вы этого хотите для себя. А что именно вы получите от того, да, если они перестанут на вас обижаться? Какие желания связаны у вас с тем, что, ну, чтобы они на вас не обижали? Чтобы общение с ними было более легким. Вы сами делаете его тяжелым. А не относимся на их ожиданиях от меня. Но, боюсь, на данный момент я не могу продолжить предложить им больше общения, чем есть. Так и не надо. Меня расстраивает, что они огорчаются. Почему? Из-за отсутствия личной границы. Мне бы хотелось больше радости для них. Опять, мне бы хотелось, это неуверенность, хотите или нет. Если да, что я могу сделать? Отчасти от их выбор, не отчасти, это и от их выбор. А вот, поэтому ее, поэтому ее вроде как, не до чего сейчас. Мама помогает и все, потому что, потому, поэтому ей вообще ничего особо не интересно. Не увидел связи. Между этим, а я, раз меня все дни расписан, значит, я эгоистка, которая забыла про свою семью. Это вы говорите сейчас голосом родителей, очень здорово. Вам нужно научиться правильно отвечать на подобные голоса. Мое увлечение для меня, это как способ жить более радостный, да и вообще способ жить. Знаете, не смотря на то, что вы это тем не раскрываете, есть здесь, эм, как-то, знаете, есть здесь какая-то надрывность, мне кажется. То есть, почему хобби, это иди способ жить? А, неужели, помимо хобби, нет у нас других, э, способов, э, жить? Если честно, для меня это странно. А, опять же, к вопросу о личных отношениях. А, потому что болтать часами, эм, по телефону обсуждать болезни, или постоянно делать домашние дела, так скучно. Если это для вас так, согласен. А, кажется, что посягая на мое дополнительное время, они хотят отнять у меня радость. Конечно, не осознанно. А, проблема в том, что это вы находитесь под уксором, здесь потерять свою радость, а, потому что она эфемерна, и потому что внутри вас этой радости нет. Это так. Ага, значит, если я пытаюсь объяснить, чем это, мне скажут, что я изменилась, и мне плевать на семью, и так по кругу, ну так, и вы изменились, и вам плевать на семью, и всё, и дальше что? Что дальше? Знаете, родителям нужно время, чтобы принять изменения внутри человека, внутри своего ребенка. Поэтому здесь нужно упорство и последовательность поведения. Звание обязательно примут. А если вы пытаетесь объяснить, пытаетесь доказать, вас всегда будут воспринимать как неуверенного в себе человека, а значит, за вас можно давить, а значит, вами можно манипулировать. Что они, собственно, и делают. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.